Библейский портал экзегет.ру представляет На второй год царствования в Израиле Юаши, сына Ихуахаза, в Иудее выцарился Амасия, сын Юаша. Юаш – это имя, которое носило более одного царя, они правили в разных царствах. Он выцарился в возрасте 25 лет и правил в Иерусалиме 29 лет. Имя его матери было Ихуаддин, она была из Иерусалима. Его поступки были верны в отча Господа, хотя до правца Давида ему было далеко. Он поступал так же, как его отец Юаш, только святилищи на высотах не были уничтожены. Народ по-прежнему приносил жертвы и воскурения на высотах. Это вот постоянный мотив, то есть в столицах еще бывают какие-то периоды просветления, но деревеньки, они уже вот в это язычество впали прочно и всерьез, а может быть и не выпадали особенно никогда из него вот с тех самых времен, когда еще при переходе через пустыню, израильтяне так или иначе в это язычество старались, не старались, а фактически попадали под его влияние. Когда упрощилась его власть, Амасик казнил своих слуг, которые убили его отца. Тут же был военный переворот очередной, сколько уже было. Но он не тронул сыновей этих убить. По заповеди Господней записаны в книге закона Моисеева. «Да не будут казнимы сыновья за отцов, или казнимы отцы за сыновей, каждого пусть казнят за собственный грех». Это из книги Второзакония, 24 глава. И обратим внимание, что, пожалуй, он первый, кто так себя ведет. До сих пор мы читали весьма красочные повествования про то, как даже не наказав кого-то, а свергнув, например, царя, убивали тут же всех его сыновей, чтобы лишить возможных претендентов на престол возможности его в будущем занять. А здесь он, оказывается, обратился каким-то образом к закону Божьему. Вот как-то он по-другому себя ведет. И мы видим, что в этой довольно кровавой круговерте и довольно бессмысленном повторении одних и тех же событий все-таки какой-то очень медленный прогресс есть. Мы же знаем, что сегодня, например, не убивают, когда один правитель сменяет другого, он не убивает всех сыновей, вообще всех детей, всех приближенных своего предшественника. Ну, по крайней мере, если это произойдет, это будет страшным злодеянием. А тогда было нормой. Но как это должно произойти? Сразу измениться оно не может. Это какой-то очень постепенный путь. Амадский разбил 10 тысяч дометян в Сыриной долине и взял Селу, столицу и дома. Он дал ей имя Йоктеэли, таким оно остается по сей день. Нет, конечно, не остается. Но когда писалось, видимо, да. Затем он отправил вестников к Юашу, сына Юху Ахаза, внуку Еху, царю израильскому, чтобы передать ему. Давай встретимся лично в бою. Вот он вызывает его на поединок, потому что, смотрите, вот как раз этот самый Юаш, он наследник той династии, которая убила когда-то израильского царя. Еху убил Ахазию. Израильский царь Юаш ответил аудейскому царю Амадский так. «Отправил ливанский терновник вестников к ливанскому кедру, выдай свою дочь за моего сына. Да только шел мимо ливанский дикий зверь и растоптал терновник. Ты разгромил Адамитян, возгорделось теперь твое сердце. Сидел лучше дома в почете. Зачем тебе сражаться себе на беду, чтобы пал ты, а с тобой иудея?» Такой тонкий восточный ответ, но вполне дерзкий. Но Амадский не послушал, так что Юаш, царь израильский, выступил в паху. Он встретился с Амадский, царем иудейским, при Бет-Шемеше в Иудее. Иудеи потерпели поражение от израильтян, разбежались по своим шатрам. А самого царя иудейского Амадского, сына Юаша, внука Ахазии, пленил в Бет-Шемеше израильский царь Юаш. Потом он дошел до Иерусалима и разрушил городскую стену от Ефремовых ворот и до угловых ворот длиной в 400 локтей. Он захватил в храме Господнем серебро, золото и что еще только нашел, и всю казну в царском дворце. Взяв заложников, он вернулся в Самарию. Вот Амадский, хотя и верен Господу, но местами глуповат, местами не понимает, что начинать войну это не всегда лучший способ поправить свое положение. В прочих делах Юаша, которые он совершил, о его мощи, о том, как он воевал с Амадским, царем иудейским, записано в летописном свитке царей израильских. Юаш приложился к правосам, был похоронен в Самарии с царями израильскими. Вместо него царился его сын Ярован. Иудейский сын, царь Амаз и сын Юаша, пережил израильского царя Юаша, сына Йохаза, на 15 лет. Прочие делах Амаз и записаны в летописном свитке царей иудейских. Ну вот эти вечные комментарии, которые про все остальное отсылают нас к недошедшим до нас источникам, а здесь дается только самое главное, прежде всего, о том, как эти люди перед Богом себя вели. Против него составили заговор в Иерусалиме, он бежал в Лахиш, еще один город, но за ним отправились в Лахиш, и там его убили. Его тело привезли на конях и похоронились его правосами в городе Давидово. Весь народ иудейский взял тогда 16-летнего Азарию и поставил его на царство вместо его отца Амазьи. Это он отстроил Айлату и вернул его иудею после того, как царь Амазьи приложился к правосам. И лад, город на побережье Красного моря, до сих пор там стоит город, который носит это имя. На 15-й год царства у него иудея Амазьи, сын Юаша, в Израиле выцарился Яровам, сын Юаша. Он правил Самарий 41 год, его поступки были злом в очах Господа. Не отвратился он от грехов Яровама, сына Невата, который тот ввел Израиль. Он восстановил Израиль в его пределах от Левохамата до Мертвого моря, то есть граница изначальной Левохамата, очевидно, это на границе с Египтом, где-то с Синаем. От Левохамата до Мертвого моря по слову Господа Бога Израилева, который он изрек через своего слугу пророка Иону, сына Амитая, что из гад Хефера, ибо увидел Господь, какая беда постигла Израиль, всех от мала до велика, и никто не приходил на помощь. Не пожелал Господь, чтобы было имя Израиля стерто под небесами, избавил он народ рукой Яровама, сына Юаша. Вот такое краткое восстановление величия, но ненадолго. Прочие о делах Яровама, которые он совершил, о его мощи, его войнах, о том, как он вернул Дамаск и Хамат иудеи с Израилем, про то, что он вернул Дамаск, тут, пожалуй, некоторый перебор. Кажется, уже Дамаск он не брал никогда, и, может быть, в том смысле, что восстановил уважение к себе, там, в столице арамейских царств. И вернул Дамаск и Хамат иудеи с Израилем, записанным в летописном свитке царей израильских. Яровам почил справиться с царями израильскими, а вместо него высадился его сын Захария. Ну и дальше будет, естественно, про него и про других царей, которые были ему современниками и наследниками. Субтитры создавал DimaTorzok